Всем привет, это KEMUV K68. Компактная беспроводная механическая клавиатура с яркой подсветкой, низким профилем и правильными ингредиентами для успеха. И все это стоит чуть больше 5000 рублей. Предоставил на обзор мне эту клавиатуру магазин KEMUV на Али. В обмен на обзор я пообещал товарищам, что оставлю в описании и в закрепленном комментарии ссылку на эту клавиатуру и на их магазин. Доступен борт в белом и черном цвете и на базе желтых или красных гатеронов. Лично мне приехала белая версия с желтыми свечами. Продается клавиатура вот в такой вот компактной и красиво оформленной коробке. На фронте находится окошко, через которое можно взглянуть на содержимое, а сзади перечислены основные фишки этого борда. Внутри можно обнаружить клавиатуру, пыльник, ресивер, Type-C провод с угловым штекером и реверсивным Type-A разъемом, небольшую инструкцию и пулер для кикапов. Сама клавиатура внешне выглядит интересно, и во многом это достигается за счет не совсем стандартного на вид корпуса, яркой контурной подсветки и низкого профиля кикапов. Весь корпус пластиковый, но в руках борт не ощущается дешевым, хотя само покрытие пластика могло бы быть и чуть более благородным. На левом торце находятся переключатели, отвечающие за режимы работы борда. Можно выбрать между совместимостью между Windows и Mac, а также выбрать по какому протоколу этот борт будет общаться с компьютером. На выбор, как вы поняли, есть и Bluetooth и стандартный беспроводной режим, работающий на 2,4 ГГц. Можно использовать борт и в проводном режиме, для этого у него на заднем торце расположен Type-C порт. Снизу борт весьма стандартный, по периметру расстыканы 4 ножки, которые сделаны из мягкого состава то ли силикона, то ли резины. Есть также и одноступенчатая регулировка наклона. По центру борда находится стремноватая на вид плашка с серийником, и наверное эта плашка единственное место, которое выдает страну происхождение этого девайса. Собран борт очень хорошо. Элементы корпуса подогнаны, можно сказать, идеально. В руках же борт ощущается необычно тяжелым, особенно учитывая его форм-фактор. Скрутки борт из-за прочного блейда не подается, на столе лежит борт ровно и не шатается. Конструкция клавиатуры особо ничем не удивляет. Другие корпуса стянуты между собой несколькими шурупами. Открутив их, можно разобрать борт на три части. Дно, верхняя часть и рассеиватель подсветки. Сендвич платы и плейта прикручен к верхней части корпуса еще несколькими шурупами. Между плейтом и платой можно заметить толстый слой шума и виброизоляции, а на самой плате видны ход с фубсокетой для свечей. Ко дну корпуса приклеен аккумулятор. Его с платы соединяет вот такой вот проводок, который лично на моем экземпляре на заводе был сильно пережат, и только благодаря какому-то чуду он по-прежнему работает. Раскладка у борда вполне стандартная, для клавиатуры, у которой 68 свечей. Единственное, что стоит отметить, так это то, что доп-функции не нанесены на кикапы, отчего приходится помнить, что с чем комбинировать. И это не очень здорово. Ведь если с F1 и F12 в принципе все понятно, то например для изменения громкости или изменения подсветки, или даже для банального нажатия на клавишу home потребуется инструкция, или сохраненная версия этой инструкции у вас в голове. Но в целом из форм-фактора 60% плюс формат с 68 свечами мне кажется наиболее правильным. Тут есть и компактность и доступность всех самых ходовых клавиш. Хотя я все-таки предпочитаю старый добрый ТКЛ формат. Теперь давайте поговорим немного о кикапах. Начну с того, что они низкопрофильные. И лично я был приятно удивлен тому, насколько мне было удобно набирать экс на этих капах. Периода адаптации совсем не было. Также с приятного отмечу и выбор шрифта для обозначения легенд. Он в меру строгий и выглядит как-то правильно. Сами символы подсвечиваются, причем делают это весьма ярко и равномерно. Но наверное самое приятное в капах то, что тут применена технология двойного литья, отчего символы вечны. Верхний слой у капов сделан из твердого и износостойкого ПБТ пластика. Слой с символами же сделан из АБС пластика, который мягче ПБТ, но он зато может быть прозрачным. В принципе у такого строения капа всего один минус. Из-за того, что основание капа сделано из более мягкого пластика, стем у капа чисто теоретически может отломиться от верхней части. В этом смысле капы, где оба слоя сделаны с ПБТ, выглядят как более долговечное и прочное решение. Но тогда мы теряем подсветку символов. Так что приходится выбирать, либо кап вечный, либо он менее прочный, но с подсветкой. Очевидно, какой выбор сделали Кимов. И я одобряю этот подступок, ведь с включенной подсветкой клава смотрится просто офигенно. Во-первых, есть свечение по контуру, которое очень интересно подсвечивает мой черный стол. Вы это сейчас не видите, но пока я тестил этот борт, с выключенным светом в комнате, все выглядело просто супер. Во-вторых, диоды, которые под капами, выдают хорошую яркость и насыщенность цветов, отчего символы светятся ярко, равномерно и разноцветно. Переливания плавные, а эффектов свечения более чем достаточно. Мой Кимов КА-68 построен на основе ПРО-версии желтых гатеронов. Версия ПРО означает, что эти свечи были смазаны с завода, отчего нажатие супер плавное, без даже намека на эффект песка. В остальном же это обычный желтый гатерон с линейным ходом и силой нажатия в примерно 50 грамм. Длина хода 4 мм, а срабатывание происходит где-то в середине хода. В целом, это удобный свеч и для печати, и для игры. И по сути, у меня каких-то реальных претензий к свечам нет. Они работают тихо, без звона и хруста пружин. Вобл стема минимален, сила нажатия не плавает от свечу к свечу. И наверное единственное, чего не хватает, так это линза для диода. Но даже без нее, как вы видели, посветка символов яркая и равномерная. Клавиатура также поддерживает ход своп свечей. Это хорошо. А вот что не очень хорошо, так это то, что в комплекте поставки не идет пулер для свечей. Так что если у вас его нет в наличии, то достать свечи будет весьма занимательным квестом. Но если все же достать свечи сокета получится, то нашим глазам откроется вот такая картина со стандартным сокетом, который готов дружить с почти любым механическим свечом. И кстати да, тут классические механические свечи, никакой оптики. Для кого-то это может быть как плюсом, так и минусом. Стабилизаторы в Kimov K68 хорошие, длинные клавиши нажимаются плавно, бесшумно и без перекосов. И все это достигается за счет того, что стабы во-первых смазаны, а во-вторых пластиковые элементы стабилизаторов выполнены весьма достойно. В общем, думаю уже пришла пора вам послушать эту клавиатуру в деле. Продолжение следует... Ну, как вам? Если честно, я был приятно удивлен тем, как комфортно мне было печатать на этом борде. Про то, что у меня зашел низкий профиль капов, я уже говорил. А про то, что мои уши слышали только правильные звуки, еще нет. По сути, каких-то претензий к борду в плане акустики я не имею. Работает клава достаточно тихо. Ну, тихо для механики, конечно. Тут нет ни звона стабов, ни звона плейта. Все задемпфировано. Резонанс, который был на Акос позапрошлого обзора, тут отсутствует. В общем, очень достойное поведение борда при печати. Как в тактильном плане, так и в акустическом. С игрой никаких проблем. Клавиатура поддерживает полноценный Anker Rollover, так что можете нажимать все 68 клавиш одновременно. К свечам ноль вопросов. Дозировать перемещение персонажа легко. Играть пальцы на моменте срабатывания свеча тоже. Конечно, за сокращение количества клавиш, некоторых функций мне не хватало. В основном, конечно, речь идет про ряд F1 и F12, но я не буду считать этот момент критичным. Все-таки до кнопки Fn дотянуться несложно. И далеко не в каждой игре у меня этот ряд задействован. Работать клавиатура может, как я говорил ранее, в трех режимах. Первый – это обычный проводной. Подключается к компу борт вот таким вот кабелем. Если честно, мне не совсем понятно, зачем у него Г-образный коннектор. Ладно бы порт был расположен на боковом торце, но тут он идет сзади. По-моему, обычный прямой коннектор тут выглядел бы более уместно. Второй режим – это 2,4 ГГц через вот такой вот ресивер. Назовем это игровым режимом, так как работает он быстрее блютуза. И с этим режимом есть нюанс. Из коробки клава и ресивер не спарены. И если воткнуть ресивер и приключить клаву на нужный режим, то ничего не произойдет. Клава, конечно, включится, но символы притыкания кнопок на экране появляться не будут. Для спаривания ресивера и клавы нужно зажать комбо Fn плюс G и дождаться, пока кнопка G начнет мигать. Затем надо воткнуть ресивер и подождать, пока произойдет магия. Но если не прочитать инструкцию, то можно подумать, что вам достался дефектный борт. Хотя по факту просто ресивер и борт не спарены. Третий же режим – это блютуз. С ним тоже надо спаривать клаву и устройство. Как это дело написано в инструкции. Суммарно клава поддерживает три блютуз-устройства, и переключаться между ними можно через комбинацию Fn плюс Z, X или C. За питание клавиатуры в беспроводном режиме отвечает аккумулятор, который приклеен к дну корпуса. Его емкость 3000 мАч. И по идее такого объема батарейки должно хватить на очень долго. Особенно с выключенной подсветкой. Правда проверить то, насколько у меня аккумулятор зарядился за неделю тестов, я так и не смог. Софт показывал все время 100%. А комбинация клавиш для проверки всегда говорила, что заряд у батарейки свыше 50%. Для настройки клавиатуры есть софт. Я бы не назвал его верхом совершенства как в плане дизайна, так и функционала. Но в целом софт рабочий и с ним можно что-то настроить. Есть поддержка макросов, есть возможность менять эффекты подсветки, и есть возможность наблюдать цифру 100%, которая вроде как отвечает за заряд аккумулятора, но по факту лично у меня просто ничего не делала. Ну и на этом я вам рассказал все, что мог про этот борт. И если вы меня попросите его описать одним эпитетом, то я бы охарактеризовал этот борт словом «классный». На внешний вид он приятный и оригинальный. С технической и конструктивной точки зрения он сделан так, как надо. В наличии и классные кейкапы, и классная подсветка, и целых три режима работы. И забытая поддержка хотсопа для замены свечей. Да и в плане акустического комфорта борт совсем не разочаровывает. На нем печатать действительно приятно и комфортно. Да, возможно угловой штекер у кабеля не самое умное решение. Неспаренный скоропий ресивер тоже вряд ли можно считать плюсом. И да, возможно отсутствие кириллицы на капах может для кого-то стать проблемой. Но во всем остальном борт приятно правильный. И цена на него тоже, на мозг лет, правильная. 5,5 тысяч рублей за подобный продукт выглядит более чем адекватно. Поэтому если вы себе ищете борт на 608 свечей с яркой подсветкой, PBT-довл шелкапами и возможностью работать без провода, то наверное стоит обратить внимание на гейму в КА-68. Что касается меня, то для меня же этот форфактор маловат. И поэтому я не буду себе этот борт оставлять, а попробую его продать на Авито. Надо сделать так, чтобы он кому-то приносил пользу, а не лежал у меня в ящике без дела. Ну и на этом, пожалуй, я и буду заканчивать этот обзор. Спасибо, что смотрите мои видео. Если то, что вы сегодня увидели, вам понравилось, то поддержите меня подпиской, лайком и комментарием. Если хотите поддержать меня материально, то в описании к ролику есть ссылка на прямой донат и на коврик от CustomMate, с продажей которого я получаю небольшую комиссию. Также прошу всех подписываться на мой Дзен канал, так как не факт, что с Ютубом у нас не случится какая-нибудь непредвиденная фигня. В общем, сегодня, как всегда, у микрофона был я, Тушел. Всем пока и до скорых встреч на канале ProDevice.